Приветствую вас, давайте разберем ваш вопрос. Нахожусь в жизни в длинном тупике, помогите, пожалуйста, разобраться. Два года назад подкинули на работу щенков, хотел найти им дом. Одного взяла мама на передерочку, но так у себя и оставила жить. Привыкла, не смогла отдать. Собака признавала маму меня и дочь. Месяц назад мама умерла. Собаку решили пристраивать, взяла сотрудница в свой дом, но собака их не приняла и через 10 дней сбежала. Прибежала к маме, хотя расстояние не маленькое, вопрос больше эзотерический. Я должна теперь эту собаку себе оставить, но ради этого мне придется менять свою жизнь полностью. Жалко собаку, потому как вряд ли она где приживется. Я хочу понять, это мой крест, почему она так прочно влезла в мою жизнь, ведь у меня уже на тот момент была и сейчас есть любимая собака. Осознанно взята. Извините, если сумбурно выражаюсь, но сумбур в душе и непонимание, как жить. Ну, я бы здесь начал бы, пожалуй, с того, что, коли вопрос эзотерический, то вам надо было бы его и задать в разделе эзотерики. А раз вы его, так скажем, оставили, вот, ну, в разделе психологии, то, наверное, хотели, чтобы он все-таки был психологическим. Поэтому давайте будем исходить из того, что все-таки отвечать я вам буду с точки зрения психологии и с точки зрения своего подхода. Вот. Вы, соответственно, можете попросить модераторов перенести ваш вопрос в раздел эзотерики. Вот, это абсолютно бесплатно, вам это не будет стоить ничего и, соответственно, вы получите эзотерические ответы так, как вам хочется. Если вам этого хочется. Что здесь, с точки зрения психологии, можно сказать? На мой взгляд, вы переживаете потерю своей мамы. И, на мой взгляд, собака прочно ассоциируется у вас именно с мамой. И, в общем и целом, это нормально, потому что она жива у мамы, я имею в виду, собака. И, естественно, что напоминает вам собака о маме, и, в общем и целом, это, ну, вполне себе, естественная реакция. И, на мой взгляд, вы не относитесь к собаке, в данном случае, как к собаке, потому что, ну, совершенно очевидно, да, что, если вы, вот, как-то ради неё будете менять свою жизнь, то очень быстро вы её возненавидите, собаку, потому что... Когда человек, как бы, приносит себя в жертву, вот, то он начинает ненавидеть объект, ради которого он себя принёс, как бы, в жертву, вот, по той простой причине, что... Что бы человек не сделал, как бы человек себя не повёл, да, в общем-то, всё равно ему, как бы, обратной, вот, связи, да, какой-то обратной связи, так скажем, Воздаяние, вот такое слово можно здесь использовать, он не получит. Воздаяние он не получит. И воздаяние, к сожалению, вы не получите, если будете собой жертвовать, просто, там, саму шпиону собака. Она не оценит, как бы, то, что вы для неё делаете. Для неё это будет абсолютно нормально, да, для неё это будет абсолютно естественно, и, в общем-то, вы будете чувствовать себя неудовлетворённо. Так, по крайней мере, очень часто бывает, вот, при том, что, как бы, это не мама, да, и, в общем-то, с мамой, вот, с мамой, и, ну, больше взаимодействия, чем у вас есть сейчас, не будет. Вы можете, э, с мамой улучшить взаимодействие. Конечно же. Но для этого вам нужно, э, как мне кажется, найти маму, э, у себя внутри. Вот. Сейчас этого не происходит, к большому сожалению, и вы пытаетесь, на мой взгляд, заместить, э, вот, её, собственно, животным. Что, конечно же, обречено на провал и на разочарование. Вот. Э, 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 таким образом, я думаю, что совершенно очевидным фактом является, что вам в первую очередь нужно помочь прожить, э, травму потери родителя, травму потери своей мамы, потому что вас это, э, в противном случае будет, э, в противном случае будет, э, э, на постоянной основе, э, э, тянуть, как бы назад, и возвращать вам, э, весьма, весьма тяжёлые, негативные переживания, чего, я думаю, вы не хотите. Вот. И, поскольку у травмы потери существует несколько стадий, несколько стадий, то, на мой взгляд, вы находитесь сейчас на одной из этих стадий. Я бы не стал утверждать, э, э, на какой именно, но предположу, что на, 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 э, стадии торга вы находитесь, когда, э, э, человек пытается торговаться и что-то себе выдорговать. Вот. Э, э, ну, опять же, да, это, э, э, необходимые стадии, но, на мой взгляд, э, э, вы можете на ней застрять, если вы уже не застряли, и, соответственно, э, э, в этом случае, э, собака вам не, э, к сожалению, не поможет. Э, 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 далее, 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 значит, э, 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 я думаю, что, если говорить о том, что вам делать, в, э, ну, вот, в контексте, этой ситуации, то ответ заключи, ответ, в принципе, заключается, э, ответ уже у вас есть. Он заключается в том, что, э, для вас, э, принятие собаки – это крест. И, в общем-то, на этом можно было бы и закончить благополучно, если бы, э, я не, э, думал, что необходимо, пояснить мое высказывание. Э, э, дело в том, что если для вас это крест, то это неестественно, не в вашей природе. И, соответственно, здесь вы идете против себя. Э, 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 и то, что вы идете против себя, э, связано с некоторыми вашими внутренними, э, противоречиями, которые необходимо разрешить. Да? Э, э, лично у меня появилось такое чувство, что вы, скорее, требуете от себя, э, любить эту, э, собаку, вы, именно, требуете от себя больше, любить эту собаку, нежели чем, э, э, ну, чувствуете к ней на самом, э, деле, какие-то теплые чувства. Э, э, у вас, конечно, могут быть теплые чувства к ней. Я бы, я не, я ни в коем случае не хочу сказать, что вы бесчувственная или что вы безжалостная, нет. Но я хочу сказать вам, что в этом смысле вы, на мой взгляд, э, просто вот, э, себя, так скажем, да, игнорируете. Вы игнорируете себя и свою природу, а, э, на таких основаниях, э, не построить, э, своего счастья и, счастья, э, ну, тем более, счастья животного. Вот. Вот. Которые, подобные вещи, ну, в принципе, чувствуют весьма и весьма тонко. Вот. То есть вы можете обмануть, э, э, человека, вы можете обмануть себя, но вы не, не сможете обмануть, э, животное. Вот. Поэтому, на мой взгляд, э, только максимальная честность и максимальная, э, скажем так, э, э, прямота того, что вы чувствуете и хотите здесь вам помоет. Да, собака не прижила, не прижила, но почему, почему вы, э, попробовали, э, только один раз? Почему вы не стали пробовать ещё, может быть? Э, э, ну, люди, э, на самом деле не понравились, э, э, так скажем, э, собаке, или она почувствовала, что это далеко не самые лучшие, например, люди. Такое ведь тоже вполне себе может быть. Да? Вот. Это ещё один аспект, который, на мой, э, скромный взгляд, выдаёт то, что вы всё-таки, э, 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 вкладываете в животное какой-то вот свой собственный смысл. Вот. И это, на самом деле, э, на мой взгляд, довольно, э, э, довольно тревожный, э, знак, потому что, э, 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 ну, как бы, в этом смысле, да, для вас это ничего хорошего, э, э, нести не, ну, нести не может, не может. Вот. Э, э, дальше. Отдельным пунктом я бы сказал, что необходимо посмотреть на то, э, какое значение для вас имеет жалость, то есть, что вы, э, чувствуете под жалостью, то есть, что такое жалость. Да? Вот. И нет ли здесь какой-то, вот, опять же, связи с вашей мамой? Э, э, я думаю, что если, вот, чисто с бытовой точки зрения посмотреть на эту ситуацию, то, вот, по сути, у собаки получилось вывести вас из душевного равновесия и поставить перед, э, необходимостью или перед выбором, э, 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 менять ли вам свою жизнь в этом смысле полностью. И, честно говоря, я думаю, что это не случайно. Вот. Я думаю, честно говоря, что это не первый раз в вашей жизни, когда вы, э, э, ну, с собой жертвуете. Я думаю, что это не впервые, когда вы приносите себя в жертву кому-то. Я понял, э, у вас есть дочь, но нет, э, нет мужчины. И это тоже, кстати, к сожалению, э, является, э, ну, таким вот, э, э, я бы сказал, э, косвенным показателем, косвенным признаком того, о чем я говорю сейчас. Вот. Поэтому, как бы, вам, э, необходимо прожить болью трапи, э, своей мамы, что, безусловно, э, является очень важным, болезненным для вас. Э, э, вот. И, как мне кажется, все-таки разграничить свои чувства к маме, которые имеют место быть, которые могут быть, которые, ну, вот, на самом деле, да, существуют и так далее. И, э, э, по факту, чувства к животному. Вот. Ни в коем случае не смешивая их, ни в коем случае не сливая их воедино. А, э, сейчас, на данный момент, именно это вы и, к сожалению, делаете. Э, э, я вам, э, соболезную. Я соболезную вашей утрате. Я соболезную вашей потери. Э, э, но, э, это отдельное направление. Ваше отношение к животному, это другое направление, это, э, другая история. Э, э, ваша жизнь, это третье направление. И третья история, которой вам необходимо, э, э, разобраться. Понимаете? Вот. И то, что вы сейчас, э, вот, э, в этом смысле просите нас в помощи, да, и спрашиваете, э, ну, вот, что мне делать, да, и так далее. Э, вот, на мой взгляд, это связано со страхом. Вы боитесь, э, э, как бы, прогневить. На мой взгляд, это связано и с чувством вины, и, скорее всего, с чувством вины перед мамой. От этого тоже, э, необходимо, ну, не избавиться, но, по крайней мере, чтобы эти чувства заняли, э, достойное место в вашей, вот, психологической реальности, скажем так. Вот, э, вот, э, такой взгляд на, э, вашу ситуацию с точки зрения психологии, может быть. Э, э, никто вам не, по крайней мере, э, среди психологов, не, э, даст ответа, должны ли вы её брать. Но, мы можем разобраться с тем, что мешает вам самой увидеть ответ. Если вы захотите. Но на это нужно время. На этом всё. Я надеюсь, что помог вам. Буду благодарен за обратную связь по моему ответу. Это позволит вам начать работу над собой. Желаю вам всего самого доброго и удачи.